всем привет я предлагаю вместе с нами отправиться в тулу отправимся на барахолку и в тульский зигзаг дадим ему второй шанс посмотрим может в этот раз что-то больше мне понравится может что-то интересное найду ну и конечно же наша любимая барахолка куда без нее без нее мы жить не можем поэтому частенько выбираемся туда с мужем и вот мы уже въезжаем в тулу вот уже окрестности города вот этот ориентир церквушка наш любимый значит уже барахолка близко-близко туда лучше приезжать пораньше потому что продавцы уже в 12 примерно начинают собирается сворачиваться потихоньку итак вдоль домов стоят бабулечки дедулечки продают всякую посуду я люблю рассматривать посуду особенно советская посуда ну и куча всякого всякого кухонная утварь какие-то игрушки машинки танчики и замки именно вот на этой лавочке при лавочке меня порадовали вот те санки для куклы они советские даже на них написано цена сколько-то рублей сколько-то копеек я где-то у кого-то видела но вживую впервые пощупала тут всякие можно украшения найти также посуда кухонная утварь в общем всего понемножку что-то из нашего советского детства вот всякие машинки пластиковые солдатики в общем можно даже ходить просто поностальгировать повспоминать что было у твоей бабушки что было у тебя в детстве в общем до ходим развлекаемся и иногда все-таки даже что-то присматриваем и что-то покупаем извините за такие отрывистые кадры но по-другому снимать не получается не все любят быть в кадре и не все разрешают снимать поэтому аккуратненько прижав телефон груди пытаюсь снять для вас какие-то кадры в общем и целом барахолка ну да видно что барахла тоже хватает одежду я особо здесь не рассматриваю как и обувь хотя вот какие-то дутики adidas я их разглядела уже на видео там не смотрела книги хотел найти книги по домоводству но к сожалению вот раз ничего не нашла вот раз у нас улов по посуде больше был рассматривали как обычно вилочки ложечки но вилок мы таких наших любимых набрали полно у меня было желание найти какие-то красивые тарелочки мисочки может бокальчики но смотрела как бы все так что еще что еще какие-то ноги в кадре вот эти миски мне понравились их три штуки было одна с таким петушком и две просто белых три штуки за 200 рублей отдавали так решил еще покопаться вот здесь накидано просто всего копайся выбирай как говорится но есть такие как витринки где я все выставлено более чем на благородно скажем так можно покопаться потому что приседать и потом вставать с корточек конечно тяжеловато потом вот эти вот орех колка сейчас я вам покажу что мы купили на барахолке у нас получился можно сказать посудный день потому что мы купили только посуду так уж вышло вот такую шумовку купили чтобы доставать пельмени например можно было еще я все мужа прошу чтобы он в казани мне на костре сделал картошку в кипящем масле такую жареную вкусную вот думаю тоже будет удобно вынимать вот такая солонка дельфинчик для катюшки купила она любит дельфинчиков я решила что это будет оригинально тоже интересная штучка так ну и всякие тарелочки люблю я вот такие старые тарелочки с такими вот мотивами узорами здесь вот наверное синички я не знаю желтогруды конечно тарелки все грязные все это надо отмывать если кому-то что-то это говорит вот язык написано так еще люблю вот формата поменьше обычно тарелочки вот такая с цветочками все это тоже зиковская и вот кстати у разных продавцов нашли вот побольше тарелка то а это поменьше вот тоже с этими синичками да конечно грязненькое все это надо отмывать еще я питаю какую теплую любовь к металлическим мискам поэтому их сегодня мы купили очень много например три вот таких на одной из них нарисован петушок вот такая миска и 2 просто ой это было громко и 2 просто вот таких чисто белых на дачу под шашлык под то все мне кажется будет идеально тем более дачный сезон начинается лучше чем всякой пластиковой посуды и вот такой уже побольше прям тазик практически тоже металлический кошка сидит наблюдает вот теперь все это надо отмыть ну и конечно же можно будет пользоваться так что как раз пригодится мое любимое средство сейчас я это все замочу я думаю грязь прямо отойдет идеально потому что что-то липкая даже такое вот немножко что-то прям вот покрыто довольно плотным слоем грязи я думаю это средство отлично с этой работой справиться и мне не придется долго это тереть всякими губками шарошками и прочим так что давайте сейчас это все замочим и посмотрим на результат как это все отмоется замачивать конечно же буду в своем любимом средстве от бренд фри заказала себе уже два килограмма потому что я сейчас отмываем все и вся и у меня расход идет прям на ура отмываю все то что давно требовалось те кто попробовал уже знают что эффективно и пользуются с удовольствием по моей наводке поэтому ссылочки оставляю в описании переходите заказывайте пользуйтесь радуйтесь буду рада быть полезной итак я думаю можно замочить это все сразу в этом тазике купленном дабы сразу два в одном грубо говоря получилось а другие миски жестяные вот эти вот эмалированные я замочу в другом тазу потому что все вместе сюда не поместится и чтобы эффективнее было я решила что тарелочки я замочу здесь а те мисочки я замочу отдельно итак я уже закипятила чайник для активации нам нужен кипяток поэтому насыпаю я две полных столовых ложки на эту миску и сейчас буду активировать кипятком хорошо благо эта миска как раз все это выдержит пошла реакция с пеной с выделением активного кислорода так думаю что добавлю немножко холодной водой чтобы не прям кипяток погружать и погрузим наши грязненькие тарелочки но я вам показала в принципе как они выглядели до 1 пошел 2 пошел пошел так и оставим пусть пройдет реакция пусть они пошипят вот так идет реакция он уже всплывают какие-то грязные моменты идет достаточно активная реакция поэтому оставим чтобы все это подействовало я думаю сейчас еще долю воды чтобы она повыше здесь все это прихватило это миска конечно не супер грязные именно тарелки меня больше интересовали вот и оставлю так на некоторое время ну и надо кстати дельфинчика я сейчас тоже брошу туда искупаться боишься нет для меня это безопасно да кстати никакого не запаха ничего нет все вполне безопасно поэтому дельфинчик тоже отправится поплавать сейчас я еще воды долью чтобы его тоже покрыла с головой и так прошло некоторое время хочу промыть посудку достаю и уже даже видно что особо даже не надо ничего телеть вся посуду выглядит уже намного намного чище сзади особенно часто пачкается и не прям видно что все отмылось конечно протираю я немножечко все таки надо помочь все следы вся многовековая грязь многовековая пыль стояли пылились там на барахолке ждали своего часа пока мы их заберем вот этот час настал так как мне достать самая глубокая тарелка здесь есть пятна но это с ними уже ничего не сделаешь это от старости целом все тоже отлично справилась да это уже от старости все отмылось дельфинчик наш был липкий стал настолько гладкий и скользкий что вдруг пытается выскочить надо будет хорошенько промыть его еще внутри просто под струей воды я думаю все у него там прошипело все убралось запихнула я еще шумовку тоже под шумок запихнула шумовку решила все таки запихнуть ее тоже блестит сверкает красота красота цена рубль 0,08 копеек советская думала что то уже сувенирное не обратила кстати внимание советское еще что то ну и самая большая миска она не сильно грязная была но и помылась заодно вместе с тарелками так что теперь все сполосну еще водичкой и можно радоваться и пользоваться остальные мисочки такие я тоже замочила в нашем любимом средстве и тоже все получилось удачно пока здесь булькает эта реакция решила засыпать еще раковину потому что что то плохо стало сбегать надо тоже активировать кипяточком залить булькает как все и оставить так ну оставлю на пол часика а там как пойдет хорошо уберет жировые отложения и водичка будет лучше сбегать ну вот помыла я миски сполоснула уже чистой водичкой так что все чистенько все целенько петушок на месте все отлично чисто вот здесь наверное слабонервным лучше не смотреть потому что я решила почистить свои украшения например вот сережка у меня пусетик есть для второй дырочки в ухе конечно я ношу его не снимая и конечно там позабивалась и позабивался и шампунь и бальзам возможно какой-то и решила заодно тоже колечки потому что я их ношу не снимая и для очистки ювельных украшений этот порошок тоже подходит поэтому решила попробовать для этого я беру какую-нибудь емкость в которой можно развести этот порошок насыпаю ложечку порошка заливаю кипяточком идет реакция в порошке в этом и теперь я закладываю туда засыпаю свои украшения высыпаем и оставляю так на некоторое время и потом надо будет промыть под водой и посмотрим насколько чище станут мои украшения вот такая идет реакция вот так вот все бурлит выбивает всю грязь так что я надеюсь моя сережечка засверкает чистотой потому что конечно видон у нее был не для слабонервных посмотрим на результат вот колечки сережки видно что повыбивало всякую грязь видимо остатки мыла еще чего-то всякой грязи повыбивало так что сейчас я промою под водичкой все это дело и покажу вам результат итак давайте посмотрим на результат я включила супер макро опять мне кажется кристаллик дал даже стал ярче сиять это уже кошачий волос прицепился но в целом все эти проходы сердечки чистые теперь застежечка все тоже чистенько колечки просто блестят как новые этому кольцу уже много-много лет вот трясется и малейшее это даже стало видно все все-все пробы в общем я их ношу не снимая поэтому конечно они у меня требуют чистки и наконец-то наконец-то я их почистила блестят как новые обручалочка лада кольцо мужа будет тоже почистить в общем супер средство главное надо следить чтобы не было клеевых каких-то частей на украшениях потому что клей может разъесть а так в целом вообще все отлично все камушки все на месте все блестит все сверкает супер рекомендую ну а теперь отправимся в тульский зигзаг сегодня скидка 10 процентов воскресенье второй день после завоза посмотрим что интересно можно найти в Туле очень большой зигзаг очень большие площади просто чтобы его весь обойти надо потратить весь день ну я пройду в основном по сумкам посмотрю верхнюю одежду может ремни если попадутся обувь гляну ну в общем пойдемте с вами раздеваюсь снимаю свой платочек шарфик и первое к чему я подошла это ремни ну там ничего интересного даже мне было вам показать из сумок тоже вот иду и даже глаз ни за что особо не цепляется покажу несколько вариантов вот это мне понравилась сумочка 1500 рублей начальная цена так 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 1350 сегодня она стоит соответственно так еще одна малышка только уже черного цвета 450 рублей цена ее сегодняшнюю мне кажется и та и та это кожзам ну белая возможно кожа но там все швы запаяны я рассмотреть так и не смогла сумочка багет с цепочкой тоже сегодня цена 450 рублей со скидкой меня привлек вот этот набор скажем так тут три в одном три вещи с колотой одним магнитом 250 рублей то есть сегодня 225 рублей меня привлекла вот эта вот сумочка кошелечек мех меховая с кожаными вставками натуральная кожа вставки да есть колечки под цепочку также был кошелек вот такой вот такой вот шоппер но он к сожалению конечно грязненький его отмывать надо и он на липучке долго думала но в результате брать не стало а вот эта сумка посмотрите это просто произведение искусства это какая-то комната нарисована она конечно вся облупилась но я решила ее показать потому что тут кухня комната тут плита какая-то тут какие-то подушки и игрушки в общем произведение искусства если бы она была целенькая а не настолько драненькая я думаю я бы ее даже взяла думаю такой ни у кого не было так продолжаю искать себе какую-то классическую сумку нашла вот такую за 1500 ну то есть сегодня она стоила 1350 тоже долго не могла понять я кожа это или нет вроде как кожа а может и нет сейчас так иногда делают что не отличишь на ножках но у нее начала трескаться вот эта вот запайка кожи поэтому отказалась еще одна светлая малышка привлекла мое внимание она такая как немножко с жемчужным даже отливом вот ну конечно такие малышки совсем не практичные туда только что кошелек какой-нибудь маленький и телефон поместится и все если только куда-то на выход мне нужна какая-то более практичная модель вот это я думаю уже тоже что кожа все здесь запаяно но мне не понравилось что вот эта запайка как-то идет неравномерно то есть то ли она облезла уже то ли изначально так плюс фурнитура уже конечно пошоркалась вот а так в принципе симпатичная сумочка интересный замочек у нее в принципе довольно вместительная но опять же отказалась из-за дефектов у этой сумочки мне понравился необычный замочек она идет из кожзама ручки цепочки внутри есть карманчик на молнии вот так она выглядит то есть есть ручки цепочки и такой вот оля кожаный ремешочек долго я думала насчет вот этой сумки 450 рублей она не кожаная конечно но мне понравилась здесь бахрома правда здесь она какого-то непонятно рыжего цвета непонятно к чему в принципе все как мне нравится внутри есть карманчик на молнии и два дополнительных без молнии и сзади есть также кармашек на молнии крутила вертела но почему-то в результате не взяла не знаю почему вот так так еще одна сумка необычной формы 2500 начальная цена то есть 2250 сегодня но у нее вместе этих складок начались какие-то вот такие трещинки сквозные практически ну и форму она особо не держит хотя есть донышко на ножках но странные а помните были модные такие брелки зайчики и вот еще рюкзачок сумочка на цепочке то есть можно эту цепочку прицепить и сделать как рюкзачок а можно носить как сумочку и внимание мое привлекла вот эта сумка на ощупь я почувствовала что это что-то качественное не поняла почему оценили в 350 рублей потому что очень качественно ну конечно нашла дефекты тут видимо кто-то сам пытался что-то вышить вот ручки конечно тоже подзатерлись и внимание что за бренд наконец-то я прикоснулась к этой истории потому что у многих блогеров видела эти сумки они их очень нахваливали и действительно очень качественная ручка даже больше облезла чем потрескалась единственное здесь еще разошлась молния и в целом она такая немножечко потертая потрепанная ну в общем видно что ее любили носили и пытались даже как-то модернизировать вот этой вот вышивкой цена 350 рублей но все-таки сильно она залюблена и брать я ее не стала пройдя немного дальше я увидела стенд с большим количеством перчаток и не смогла пройти мимо и конечно же начала смотреть примерять искать может что-то интересное попадется мне кажется сезон перчаток закончился а вот здесь прям их очень много у нас например кожаных перчаток зигзаг практически не завозили а здесь прям вот гора навалена выбирай не хочу но цены от 500 до 1500 рублей мне кажется в ней сезон уже дороговато учитывая что у многих состояние конечно было уже так себе поэтому конечно примеряю ищу может что-то все-таки западет в душу но к сожалению нет не нашла я ничего подходящего для себя купила только своей подружке перчатки то они стоили тысячу рублей но они того стоили они высокие и очень классные сейчас покажу вот еще несколько моделей которые мне попадались решила показать вот эти забрал подружки они с одной стороны кожаные с другой замшевые и вот еще несколько недорогих моделей из верхней одежды мне не понравилось ровным счетом ничего особенно из кожи понравилось только вот это пальто оно с хорошим составом хорошего кроя современного 55 процентов шерсти где-то около 30 кашемир но к сожалению внутри обнаружилась дырка в районе подмышки поэтому брать его я не стала хотя очень хотела но очень расстроилась когда это увидела буду искать свое идеальное что ж хотя то было вполне идеальное и по цвету и по составу но не судьба в общем и целом что сказать зигзаг меня расстроил больше чем порадовал мне кажется я в нашем зигзаге на скидках нахожу больше интересного чем здесь на второй день завоза в общем будем ходить в Калужский иногда может заезжать в Тульский когда я приезжаю и так же когда мы приезжаем в Тулу я обязательно захожу в свой любимый ногтевой магазин как же приехать из Тулы без новиночек называется он у Жанны здесь куча-куча всего для маникюра но я конечно иду к лакам взяла несколько своих типов лаков которые закончились надо обновить плюс возьму несколько цветов так на свой вкус очень-очень большая витрина с лаками так что стоишь и просто залипаешь но продавцы умнички проконсультируют покажут расскажут в общем шесть лаков я купила теперь отправимся в искру в кофейню зайдем купим кофе на обратный путь и отправимся уже домой вот довольный муж идет нагулялись погода дала нам погулять иногда даже проглядывало солнышко было тепло дождя не было а нет не идем мы в кофейню мы идем кушать сначала так что идем наш любимый ресторанчик он называется винный ресторанчик но там мы любим исключительно покушать потому что там очень вкусное мясо готовят и в целом и обслуживание все супер нам очень нравится поэтому мы туда каждую поездку заходим тут мы с мужем по пути что-то обсуждаем смешное и вот так он называется находится он на пешеходной вот этой улице металлистов и вот после того как покушали вышли посмотреть на реку реку упа разлилась она немножко но уже даже опустилась до своих берегов нормальных так что посмотрели на окрестные пейзажи красивые и вот теперь когда мы покушали подкрепились полны силы и энергии идем в кофейню возьмем кофейку в дорогу и отправимся в путь пью кофе очень мне нравится здесь кофе беру латте всегда всегда вкусно у нас в Калуге кстати тоже эта кофейня открылась так что надо будет тоже заглянуть сравнить и вот время 18.44 мы выдвинулись в обратный путь уже немножечко даже смеркается и вот 19.24 уезжаем в родную Калугу на этом у меня все спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всем спасибо пишите комментарии понравился ли вам такой формат с удовольствием почитаю всем пока пока